В Твери состоялось очередное заседание Общественной палаты, на котором участники подвели итоги работы за 2003 год. В течение этого времени общественники приняли участие в разработке и в реализации целого ряда проектов. Тему продолжит наш корреспондент. На своих заседаниях члены Общественной палаты рассматривают наиболее важные и актуальные для жителей города вопросы, касающиеся благоустройства, здравоохранения, культуры и образования. В 2023 году на заседаниях профильных комиссий поднимали такие вопросы, как вывоз снега с улиц города, содержание объектов уличной дорожной сети, обсуждали и проблемы лицензирования управляющих компаний. Члены Общественной палаты активно участвовали в инспектировании объектов в рамках реализации национального проекта по ремонту городских магистралей и ремонтной кампании соцучреждений. Наши общественники максимально активны. И все сферы жизнедеятельности города, которые есть сегодня в Твери, они охвачены либо членами Общественной палаты, либо представителями тех общественных организаций, которые делегировали их в нашу прекрасную организацию. При участии в поддержке Общественной палаты города Твери были реализованы проекты в рамках межмуниципального и межнационального сотрудничества. Так, весной прошел международный конкурс детского профессионального рисунка «Праздник праздников», который объединил ребят из России, Беларуси, Боснии, Герцеговины и Сербии. Участники обсудили планы на текущий год. Эти темы станут предметом обсуждения на заседаниях Общественной палаты города в следующем году. Самое главное, что подход ко всем вопросам, которые обсуждаются у вас на Общественной палате, он неформален, а именно жизненный, тот, который необходим для рассмотрения, из которого выходят из рассмотрения уже конкретные предложения, и эти предложения транслируются нам депутатами, для того, чтобы мы принимали решение Тверской городской думы на самом деле на вашем мнении. Напомним, что в 2023 году за высокие достижения многолетнюю работу в сфере воспитания подрастающего поколения Вера Панкова, директор школы номер 34 и Светлана Шепет, директор благотворительного фонда Владимира Спивакова и Верхневолжья были отмечены высокими городскими наградами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова